Девушки отдыхают И купил, кстати говоря Не только эту игру, но и Весь пак игр с Шерлоком Холмсом Там было что-то 6 штук И по крайней мере там есть все 5 основных Ну так вот Если я не ошибаюсь В русской локализации это называется Шерлок Холмс, что-то там секрет к Тулху Или как-то так, что-то довольно забавно звучит В контексте с тем, что по-моему есть игра Секрет к Тулху, которая также связана С, ну какая черт Вот эта вот бреда Игра, которая также делала The Elder Scrolls Игра, тьфу, в смысле компания Правда по-моему нет, эта компания именно Как это по-русски, издавала Эта компания Издавала, все-таки сделала другая Черт побери, я не знаю В любом случае я примерно помню выход той игры И кажется тогда у меня еще не было интернета Если я ничего не путаю Дело было давно И я помню, как видел, так сказать Упаковку, так сказать На витрине В любом случае я не думаю, что эта игра Имеет связь с той игрой Как пишут, например, многие критики Вообще критики довольно плохо Отзываются об этой игре А именно о другой ее части Да, черт побери Если я написал, что это ремастерит И если я написал, что это золотое издание Я имел ввиду, что это действительно другая игра Я в действительности чуть не начал записывать пиратскую версию этой игры Которая была обычной версией И совершенно случайно я наткнулся на то Что есть вот этот самый ремастерит Который я не смог установить пиратский Он довольно сложно работает И я так и не понял до конца, как именно Я решил не особенно мучиться И купить, Сергей, гребанный весь пак Который оказался почти весь на русском Что меня приятно удивило Потому что в стиме не было этого написано В любом случае это довольно действительно Разрозненная информация Которую я вам сейчас сообщаю Так или иначе в этом ремастерите Действительно улучшена графика Не то чтобы сильно, но по крайней мере она стала приятнее Не такой совершенно невзрачной Вот я чисто первые локации сверял Разница есть Разница есть Возможно не в лицах, а в других вещах Но разница есть по-любому Что еще? Совершенно не в курсе Lovecraft И, кстати говоря, насчет секрета Ктулху Если та игра называется Секрет Ктулху на самом деле То эта игра, насколько я понимаю, называется Секрет Ктулху Именно по-русски И по-английски она называется Awakened Или что-то в этом духе Что правда нужно тут заметить Что, если я не ошибаюсь, какая-то из книг Или серия книг Или что-то, в общем Что-то связанное с Lovecraft'ом Называется точно так же Почему я решил записывать именно эту часть Шерлока Холмса Видите ли? Я просто увидел скриншот этой игры Где стоит Ватсон с дробовиком На фоне каких-то совершенно чудовищных останков от людей И я где-то монстр, по-моему, с ним разговаривал Я сказал себе Мне это интересно Мне просто интересно, что они из этого сделали Ну, кстати, вот Говоря про Холмса Я теперь могу трубку вот так вот вставить ему псевдо в рот А, кстати говоря Это же тот самый осьминогоголовый Я совершенно не обращал на это внимания Это тот самый гребаный ктулху И что еще я хочу заметить По-английски, я так думаю, насколько я знаю Ктулху произносится как Куслу или что-то в том духе Я имею в виду, там даже буквы по-другому идут В общем, да В любом случае, я думаю, что с настройками у меня, скорее всего, все нормально Хотя Вот в смысле громкости Ну-ка, музыка, фон, голос Ну, может быть, и так сойдет Я пока что не буду ничего не менять А там, так сказать, разберемся Ну, хватит с меня пока что болтовни Новая игра Да, новая игра Да, и, кстати, меня очень даже прельстила здешняя загрузка Действительно, у Холмса есть свой стиль загрузок И он мне, черт побери, нравится Ха-ха Там осьминога головой посередине торчит Уходи, грязная семья Уходи, или я пущу тебе кровь А лодки явно приплыли с болот Скорее, Холмс, помогите Не смейте противостоять его приходу Ха-ха-ха Кровь Умоляю, Холмс Нет, нет, этого не может быть Нет, это не может вот так закончиться Снова этот кошмар Никак не могу забыть Как все это началось Дурацкая музыка, наконец-то, прекратилась Да, Frogwares Кстати говоря, черт побери, это же Шерлок Холмс Я так, блин, тра Всем этим играм с Шерлоком Холмсом Просто хотя бы Да, новая, да Просто хотя бы потому, что Ну, черт побери, я даже до сих пор читаю его Я читаю ужасно медленно У меня там что-то Десятистраничный рассказик, наверное, в день уходит Или что-то в этом духе А, секрет То есть, или стоп, или Стори Нет, стоп Короче, Ктулху Какая разница, это самое главное О, и Лондон Ха-ха Какое счастье По-моему, музыка тиховато работает Ну, может, я и ошибаюсь В любом случае, Лондон Может быть, он не так красив, как в каких-нибудь последних играх Но, тем не менее, я не могу сказать, что мне не нравится то, что я вижу И да, действительно, уж эта уже локация уже хуже выглядела в той версии А я чуть ее не записал Я понятия не имел, что существует И это прекрасная вещь Насколько я понимаю, это Водкинс Ну, то есть, Ватсон Пришедший сюда Ммм-мм Мне почему-то сразу вспоминается запах благовоний Который меня расслабляет Странная ассоциация Честное слово Доброе утро, Холмс Похоже, нас ждет новый лондонский день Туман утром, туман днем И, что удивительно, вечером тоже туман Доброе утро, Ватсон Можете себе представить Я на ногах с пяти утра А список моих пациентов и не собирается уменьшаться И что еще хуже У меня так и не было времени заглянуть в утреннюю газету Говорят, министр совершенно определенно Холмс, да что с вами Вы меня даже не слушаете Как же скучно, мой дорогой Ватсон Жизнь стала обыденной В газетах абсолютно ничего интересного Ни одного увлекательного дела Боюсь, в криминальном мире романтика себя изжила Ну же, Холмс Это временно Вы прекрасно знаете, что рано или поздно В Лондоне произойдет нечто из ряда вон выходящее И тогда Шарлок Холмс снова вступит в игру Ваш уникальный талант поможет найти разгадку И потребность в интеллектуальных упражнениях Будет полностью удовлетворена Надеюсь, боги услышат вас, Ватсон Надеюсь, боги вас услышат Я вынужден вас покинуть, Холмс Мне надо навестить одного из своих пациентов Капитана Стенвика Довольно гнусный тип, надо сказать Судя по всему, у него был приступ тахикардии Поссорился со слугой А вам стоит выйти на улицу И немного развеяться Купите газету, Холмс Или навестите Барнса на Глендфорд-стрит Помните Барнса? Торговца из книжной лавки Ему завезли новые книги Вдруг найдете что-нибудь, чтобы отвлечься Да уж, воистину совершенно скучающая рожа Правда, к сожалению, я думаю Его лицо все-таки не меняется по ходу игры Хотя он не должен был бы быть вечно скучающим Как видите, игра сразу же предлагает мне вид от третьего лица С управлением мышкой В, с одной стороны, 3D-мире Но, с другой стороны, учитывая, что Обзор все время стоит в одном и том же месте Этот мир кажется как будто бы не 3D-шным Одно я вам могу сказать наверняка Скорее всего, я не буду так играть Мне больше всего нравится второй вид этой игры Который предлагает мне вид от первого лица Что совершенно потрясающе У меня есть спички Классическое, так сказать, орудие Шерлока Холмса В борьбе со злом Не то, чтобы на самом деле в борьбе со злом Это вообще все достаточно любопытно Когда я играл в этот самый Как же эта игра, черт побери, называлась В последнюю волю Шерлока Холмса Я все задумывался А, собственно, почему же Холмс занимается тем, чем он занимается И вы знаете, что оказалось Холмс занимается тем, чем он занимается Просто потому, что он не может Не напрягать свой мозг Ему это нужно как воздух Но я, конечно же, утрирую Там все немножечко более запутано А когда он скучает, он Да, он В основном употребляет кокаин Ну, возможно, не только кокаин Потому что в том рассказе, в котором он употреблял кокаин В конечном итоге Ну, точнее, вернее, с самого начала Ватсон его спрашивал, мол Что же на этот раз? О, черт побери Это еще что за место? Неужели это место связано Даже не знаю, с чем оно вообще может быть связано Я такое чувствую, что здесь проходит действие какой-нибудь игры Причем я имею в виду Шутер от первого лица Но не простой А такой, в котором еще даже о мышках даже не слышали Если вы вообще понимаете, о чем я говорю Ну, не знаю, блуд, например, какой-нибудь Или что-то в этом духе Буквально сегодня читал про вот эту вот ВР Оказывается, это королева Виктория Написано там было Вик Виктория А что такое Р, я, честно говоря, забыл В любом случае меня совершенно не хотят пускать Эй, 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 эй Не хотят пускать за ту дверь Но зато имеют возможность Пропустить меня в эту дверь Правда, я вот не понимаю, какую вещь Неужели эта комната все-таки Ватсона? Если эта комната все-таки Ватсона Которая, кстати говоря О, черт, или это все-таки моя комната? Почему? Почему здесь лежит подушка? Почему все здесь так скомкано? Начало, видимо, шло как бы Прыгать я, разумеется, не могу Черт Вот самое мерзкое в этих играх, что я не могу прыгать и пригибаться Что интересно, в оригинале я мог пригибаться Но в этой части такой кнопки просто не настроено Точно не знаю почему Возможно, мне больше не нужно будет красться Или я буду красться автоматически Или что-то в этом духе Но вначале, когда я увидел эту часть, так сказать Прямо так, как вы ее видите сейчас Я сначала решил, что это шутер Черт побери Потому что я мало того, что мог пригибаться Так мне еще и в углу было показано, что я пригнулся Я, честно говоря, охренел, когда увидел это Что же Абдулла Ибн Хаттаб Здесь принимает Даже не знаю, что он здесь принимает Ну, может быть, я вру И, может быть, это, я не знаю Сценка из Библии или что-то в этом духе Кто это такая за дама Тоже понятия не имею Кстати говоря, пока что ни разу толком не встречал Миссис Хадсон в книге Я и не знал, что она там почти что никак не фигурирует Меня, так сказать, ввел в заблуждение Фильм В основном наш, Ливановский Ну, вы поняли, с кем, короче, да О, и здесь кто-то с девочкой Может быть, это, опять же, миссис Хадсон Может быть, и нет Не знаю Домик, шмомик Опять же, не уверен, есть ли в оригинале все эти картиночки Все я забыл Но я почти что не играл в него Мне, конечно же, гораздо Стренд, Стренд, покупаем Стренд Да-да, мне как раз нужно купить у тебя газету, я знаю Да, и, пожалуй, я пробегусь немного Мне незачем туда идти Нет, ты меня не пускаешь Но зато у меня есть возможность воспользоваться Интересно, это называется двуколка Вообще в этом есть смысл Если, так сказать, возница, он же кучер Он же тот хрен, который сидит там наверху Он сидит наверху А внизу два человека Я все думал, что же такое двуколка О которой часто пишется в книге А оказывается, вот, наверное, что это такое Привет, парень Стренд, Стренд Покупаем Стренд Итак, мой юный друг, что нового в мире? Ничего, что могло бы заинтересовать великого сыщика, сэр Толпа старых зануд съела половину лондонских припасов На каком-то своем научном сборище А еще все сходят с ума из-за принцессы Кандиснавской Она тут с визитом В Лондон приехала скандинавская принцесса Если вы с ребятами разузнаете о ее визите побольше Я в долгу не останусь Конечно, мистер Холмс Можете положиться на моих тайных агентов Сейчас их кликну Скандинавская принцесса И он бросил Надо поддерживать моих информаторов в хорошей форме Да, да, да Эй, черт, Стренд? Что, серьезно? Я не хочу это читать, блин Ладно, Стренд я прочитаю чуть-чуть попозже Когда у меня не будет такого отвращения к чтению Как сейчас Я, честно говоря, не понимаю Эта штука меня куда-то отвезет? Она меня отвезет туда, куда мне надо Вместо прогулки, да? Я, знаете, наверное, я схитрю вот каким образом Я сохранюсь Скажем, сюда Да, я хочу сохранить игру Назад, назад И попробуем Мне незачем туда идти А, ага То есть, ясно, я могу воспользоваться Услугами этого парня Но Голубь, летучая крыса, сволочь Вообще, на самом деле, довольно реалистичный Правда, непонятно, почему торчит на одном месте Не могли заставить его двигаться Но хорошо, хотя они его добавили вообще Это уже что-то, конечно Небо Удручает Но я не буду смотреть вверх, да? Наша, так сказать Договоренность будет зиждеться на этом Я не смотрю вверх А вы не говорите, какое ужасное небо И всем хорошо Я могу с тобой разговаривать? Или ты массовка? Ты массовка, потому что передвигаешься пешком А ты нет Потому что стоишь на месте Ну-ка, давайте проверим мою теорию Простите, я ищу книжную лавку Барнса Вы не знаете, где это? Ну, конечно, мистер Холмс Она находится на Глентворд-стрит Первый поворот направо А затем первый поворот налево Большое спасибо, сэр Или кто вы там А с тобой могу разговаривать? Нет, с тобой не могу О-о-о Она довольно странно выглядит Может быть, даже страшно Не знаю Не знаю Ну, могло быть и хуже Я так считаю Могло быть и хуже Я, так сказать, наверное, оптимист Говорю, могло быть и хуже Вместо могло быть и лучше Привет, парень У тебя хорошая сигарета Ты выдохнешь дым Ай, ты не выдохнешь дым Ты все проглотишь И будешь со мной разговаривать Прям так, да? Обидно А разговаривать я с тобой Даже не могу Кстати Лицо довольно неплохое По-моему, что-то вроде Half-Life 2 Только недвижимое Так сказать, мимики лица У него просто нет Отсутствует за неимением Отсутствует за неимением Что я несу? О, черт Как-то ты странно выглядишь, парень Парень, я хочу тебя Получше разглядеть Ты забавный? Нет, серьезно Что-то в тебе есть смешное Кстати говоря У меня есть интересная мысль Я хочу попробовать В этом видео сделать Своеобразные обложки Поэтому, может быть, я тебя поставить на обложку Вот так вот, а? Было бы забавно Попробуем Не знаю, получится или нет Окей Давайте что-то почитаем с тренд Просто потому, что я могу Ах да, я должен же его вам вообще показать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Крайне-крайне любопытная штуковина Вообще, у меня такое подозрение Что этой газеты, может быть, даже и не было в оригинале Или, по крайней мере, возможно, была не такая Короче С самого начала говорится про небесный феномен Про то, что буквально в скорости Через несколько дней Некие звезды Сложатся в какую-то интересную фигуру Которую они раньше никогда не складывались И мы, возможно, даже увидим Некую новую звезду Которую Называют Черт знает, как она называется Я точно не помню, где это написано Короче Эту самую звезду Кое-как смогут увидеть люди С помощью вот этого прибора И то с трудом Надо с очень зорким зрением В него пялиться И кое-как Все это можно будет разглядеть Ученые, так сказать, спорят о том Действительно ли можно будет увидеть эту звезду Потому что Она якобы есть в каких-то древних писаниях Но Ее толком никто не видел Потому что она прячется за что-то еще Но вот сейчас она якобы должна выйти Далее Загадочные исчезновения Это как раз уже про принцессу Скандинавскую У нее, насколько я понял Исчез телохранитель Она думает, что разумеется Мы его найдем со временем Потому что он тоже скандинав Ну хрен его Как-как-как-как-как-как Его же наверняка Должны же были кто-то увидеть Ну потому что он скандинав Что-то в нем есть Такое совершенно отличительное Также говорится, что Она, эта самая принцесса Скандинавская Вообще довольно известна Особенно учитывая Случай с какими-то там Шоколадными зайцами Или что-то в этом духе Не очень понимаю О чем речь Далее Есть некролог Что умер Кто умер-то Кстати, я забыл Кстати, я забыл Должность Работал сторожем Двадцать Блин, короче Должность перейдет Его сыну Или брату Или что-то в этом духе И короче Короче, умер сторож Это самое главное Странная рыба Причем здесь рыба Я вообще не понял Короче, там написано Что в конечном итоге Они увидели К своему ужасу Ну да Сообщил Странный медузе Насколько я понимаю Все-таки да Все-таки Они нашли Некий парик Некий парик Рыжего цвета Который Принадлежал Какому-то Парню из цирка А где он И как трупы Се чувствуют Это вообще не понятно Давайте посмеемся Все, это мне вообще понравилось Человек заходит в мясную лавку Мясник Мужчина В летах Отрубает кусок мяса И посетитель С ужасом Замечает, что у того На левой руке Не хватает Несколько пальцев Мясник замечает Испуганный взгляд Покупателя И устрашающим голосом Говорит Да Я люблю Вкладывать В работу Частичку Самого себя Вы меня Понимаете Или вам Объяснить На пальцах Охренительная шутка По-моему Полный бред Индустрия шуток Вот это все сделала Шевательная резинка Жена сбежала С кучером Задохнулась Вашим Что-что Короче А, задохнулась Канарейка Да-да-да Даже цветы Вянут Когда вы проходите Мимо них Все это Знакомые признаки Дурного запаха Изо рта И бла-бла-бла Короче Жуйте жвачку Честно говоря Это я даже не дочитал Мне это как-то скучно было Хотя это наверное Очень-очень веселая надпись Ну не знаю Мне было скучно Опять же Дыхание Всякое такое Всего один шиллинг Три коробки Короче Вполне возможно Что даже Этот резин Стронг Мне когда-нибудь пригодится Мне придется его купить А насчет дерзких Ограблений Это вообще забавно Действительно Я что-то не очень вчитывался Но что-то у кого-то ограбили А инициалы там были А, Л Видимо это Арсен Люпин Который также есть В одной из игр Про Шелока Холмса Вообще Это какой-то Насколько я понимаю Достаточно изверстный персонаж То ли книг То ли он на самом деле Такой был Но ведь есть же Даже целое аниме Про этого Люпина Который даже Показывали по дважды два Вот такие вот дела В любом случае О, кстати Вот я стою Слева нарисовано Что я стою А как мне пригнуться Серьезно Как мне пригнуться Вот если я захожу В управление Здесь по-моему Карта документа Заключения инвентарь Применить по умолчанию Следующий Левый шифт Это бег Короче Нет Кнопки пригнуться Может быть потом Я ее узнаю Точно не знаю Возможно потом Потом я узнаю Так Мелкомблюблюблюблюстрит Вообще действительно Я вот что думаю Ведь наверняка Эта часть Лондона Реально была воссоздана И если так То это круто Здрасте А вы кто? А вы со мной Не можете разговаривать Но может быть Вы сможете Разговаривать со мной потом Вы по всей видимости У нас продаете шляпы Правда Почему вы стоите Перед магазином А не внутри этого Мне незачем туда идти Да-да А не внутри этого магазина Это собственно Большой вопрос А вы у нас Продаете цветы Мое почтение Мисс Флеминг Добрый день Мистер Холмс Это все? Это все? Мое почтение Мисс Флеминг Она даже ничего Мне не ответила На этот раз И видимо Скучно Отвечать одно и то же Снова и снова Окей Теоретически Если я решил Не ходить В ту сторону А решил ходить В эту сторону Он тоже скажет Мне незачем туда идти Или нет Вау Там экипаж Ну вернее Двукол Короче Какая-то штука Там проезжает мимо Ммм Лиса Полоса Мне незачем туда идти Да Совершенно верно Они меня туда просто Не пускают А вот эти вот штуки Которые там прилетают Это якобы туман А нет Нет Это видимо Идет из-под земли А может и нет Решетки там вроде нет Так что черт его не разберет А нет Наверное там есть Вот такая же решетчатая фигня И из нее идет Правда Откуда Я совершенно не разбираюсь Во всей этой архитектуре Этого Непонятного мира Но По всей видимости Зачем-то это нужно было Вау Я наверняка Скорее всего С 99% Смогу туда зайти внутрь Собственно поэтому Мне незачем туда идти Да я понял Ты меня ведешь Четко в одно место Но с другой стороны Почему бы и нет Дзинь дзинь Доброе утро Мистер Холмс Как поживаете? У меня есть Пара новых книг Которые могут Вас заинтересовать Прекрасная Иллюстрированная Книга о рыбах И Собрание легенд О пиратах Куда же я их положил? Да уж Действительно Прекрасное Собрание книг Вы представляете Заходите вы Не в стим Вот не в стим Вы заходите И думаете Что бы мне прикупить Такого развлекательного А заходите вот сюда И говорите Здравствуйте А у вас есть новые книги? Ой да У меня есть собрание Легенд о пиратах Ух ты О пиратах Как это любопытственно Крайне занимательно Разрешите ознакомиться Вообще Действительно Развлечения Были Интересные Ну вернее Неинтересные Не знаю Разрешения были Другие Скажем так Я вот тоже Сейчас читаю Но исключительно В особых случаях Слушайте А эта штука Завяла собственно говоря Почему? Эти цветы Давно не поливали Сэр Почему вы не выливаете цветы? Чем могу помочь Мистер Холмс? Почему вы не Вы не Вы не Вы не Вы Цветы вы не поливаете? Блин Вообще Мне так нравится Играть за Холмса Я так люблю Всю эту хрень Насчет Холмса Он реально В этих играх Похож на того Какой он в книгах Вот хотите верьте Хотите нет Он может быть не похож Я не знаю На какой-нибудь сериал На какой-нибудь фильм Но он реально И внешне И по поведению Очень-очень Смахивает на себя же В книгах Я не шучу Так И по всей видимости Мне нужно Брать вот эту книгу Книга о морской фауне Ага Луциан Сельдь И Горбыль Господи боже мой Испанская Сардино Окунь Красный Пагр На хрена мне эти знания Серьезно На хрена мне эти знания Сэр На хрена мне эти Чем могу помочь Мистер Холмс Скажи на хрена мне эти знания Эээ Насколько я знаю В этой игре О да В этой игре действительно Работает пробел Похоже на отпечаток ботинка Здесь кто-то упал Кстати говоря Барнс Пока с вами не случилось Что-нибудь действительно Серьезное Хочу вам сказать Мне кажется Мисс Флеминг Цветочницу Больше устроит Шоколадные конфеты Чем ваша Сломанная шея Но Откуда вы знаете Ведь даже она То есть Я никому Об этом не рассказывал Кроме Доктора Ватсона Конечно А Теперь понятно О нет Друг мой Наш доктор Ватсон Не нарушал Врачебную тайну Но сегодня Утром Он передал Мне Что к вам Поступили Новые книги А зная Его отношение К классической Литературе Если уж он Зашел В вашу лавку То исключительно По долгу Службы Что же должно Было заставить Спокойного Милого торговца Средних лет Вызвать к себе В лавку Доктора Судя по следу От подошвы На той лестнице Вы должно быть Потеряли равновесие Упали И сильно Потянули мышцу Теперь Что касается Цветов Вы нарочно Делаете Все возможное Чтобы они Завяли А затем Выставляете Эти несчастные Жертвы Вашего произвола На всеобщее Обозрение Естественно Человек Продавший Их Вам Должен Немедленно Прийти И заменить Их А зная Мисс Флеминг Типично Английскую Женщину Высокого Роста Я посмел Предположить Что вы Решились Носить На работе Каблуки Чтобы Иметь Возможность Быть К ней Поближе На случай Если она Зайдет К вам В лавку Однако Взбираться По лестнице На каблуках Небезопасно Не так ли Вы Абсолютно Правы Мистер Холмс Послушайтесь Моего Совета Барнс Купите Ей Конфеты Кроме Того Если вы Хотите Найти Себе Подходящую Пару Каблуки Здесь Имеют Самое Последнее Значение С одной Стороны Мне все это Очень понравилось С другой Стороны Какого черта Он все это Ему рассказал С третьей Стороны Вот это Были По-моему Самые Нудные Выражения Какие Я только Злушал Вы Вы Заверженно Правый Мистер Холмс В любом Случа Это было Забавно Хотя Несмотря На весь Профессион Профессионализм Этих актеров Они какие-то Не шибкие Мое почтение Мисс Да Мое почтение 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 Вы тоже Как-то Мисс Не то чтобы Сильно Отличающаяся Стоять Тут Понимая Если И всякое Такое По всей видимости Не нужно Идти домой И изучать Свои книги А может и нет Честное слово Право не знаю Скорее всего Меня наверное Кто-то Навестит Когда я вернусь Домой Предположительно Может быть Наверное Здравствуйте Люди Вы Это Еще не хотите Со мной поговорить Нет Это вообще Моя комната Или нет Че Че делать-то Че Че дальше делать-то Люди Люди Вы 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 Че Кстати говоря Я по-моему Здесь еще не заворачивал Не смотрел Что здесь вообще Находится А здесь Находится О Здесь находится Лестница Какого черта Это мне сейчас Ни к чему Ха 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 То есть Я Холмс Мне скучно И я хожу По городу Но зачем Я хожу По городу А я сам Не знаю Ха Странно Стоп Я могу поговорить С этим парнем Ах Мисс Флеминг Че Все Какого хрена Ах Мисс Флеминг Ах Ах Просто Увы И ах у меня есть лавка у меня есть дом у меня нет больше ничего обалдеть как начать игру как пообщаться с мальчишкой газетчиком я и так знаю квартиру 1 из 9 в доках о странно что я могу сделать поговорить с барнсом то есть это подсказки а это прохождение игры вы мне даете в игре прохождение игры нет спасибо господи боже мой они издеваются нет они считают меня не за чем полного идиота или как я же разберусь вашей загадки касательно того что я могу здесь делать а что нет мое почтение мисс флеминг может быть кстати говоря песик 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 чуть ли тебя раньше не заметил я думал что ты рука везде ходил тут нажимал на пробел я думал что здесь можно что-то поднять а это песик я понятия не имею как эту штучку называют я имею до песика как называется этот песик большой вопрос болван я все это время в ее мог взять эту книгу про пиратов он же сказал книга про пиратов а я туплю книга о пиратах на хрена мне книга про пиратов на трех страницах значит показываю вам раз два три кстати на четырех видимо четыре секундочку убийственно просто убийственно здесь рассказывается про некого пирата которого якобы звали макгринти якобы даже его одну то есть во первых у него были конечно несметные сокровищ которые чуть ли не самые огромные несметные безумные сокровища которые только известны англии разумеется пропавшие да и более того по всей видимости доходят такие легенды что смогли пришел сам дьявол и теперь этот корабль который еще и назывался вампир это еще и корабль призрак и его моряк попал в руки кому-то еще и он решил рассказать какие-то слова которые приведут его к сокровищам вот здесь эти слова записаны от середины трех морских гейзеров 30 шагов к барану успеет пират отказался за счета слова пока а стоп а баран это конец оператор пояснять слова возможности слова уйти на берег и так его последним словам никто не принял значение ага ага значит его убили то есть он он не хотел ничего говорить говорю дать мне спокойно сойти на берег и тогда все расскажу ах ты не хочешь рассказывать ну 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 и черт с тобой а его словам никто не принял не 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 придал никакого значения в любом случае теперь у меня есть знание о пиратах и о рыбах на кой черт они мне нужны большой вопрос я возьму обе спасибо и до свидания мистер холмс да в общем как я и говорил я холмс мне скучно я гуляю а я чего-то там гуляю по мошкве в том смысле что по лондону и теперь видимо что-то произойдет а книгами по всей видимости понадобится по той причине что я буду еще и искать его сокровища еще буду определять рыб чего только не буду делать но начало конечно пока что не предвещает каких-либо особенных сдвигов хороших и интересных хотя выглядит все это довольно сносно неплохо да 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 я решил не показывать вам небо конечно бай